Прогнулись? Начали! Такую картину несколько раз в неделю можно наблюдать в парке Ореховая Роща, пока позволяет погода. Упражнения не самые сложные, но, как говорит тренер, помогают поддерживать организм в тонусе. Это своеобразная выжимка из индийской йоги, китайской гимнастики цигун и еще ряда похожих практик. Владимир Федотов изучил ее, чтобы поправить собственное здоровье. Если у нас 80 упражнений на все части тела, ведь у нас их 700, мышц, связок и прочее, да? А в последней жизни мы используем 50 всего лишь на все, до 100, кто тренируется как-то. То здесь возможность есть, именно запуская обменные процессы, возвратить те функции организма, которые должны помогать быть здоровым. Все начиналось три года назад с трех человек. Сегодня около ста. Место для занятий выделила городская администрация. Елена Григорьева часто гуляет в Ореховой Роще. Долго присматривалась, пока в апреле этого года не решилась. В пятый год пошел не работаю. Я вообще проектировщик, конструктор и сидела все время, ну сами понимаете, с карандашом и с ручкой. В основном главный конструктор все время проверяла, расчеты делала, все. А сюда пришла и как-то раскаболилась. Ну вы меня понимаете, я стала вот как-то, ну не знаю, ну легче себя чувствовать. Нине Борисовне, 82. Она занимается два года. Говорит, что такая физкультура ей вполне по силам, а нагрузка помогает противостоять болезням и поддерживать форму. Сбросила вес на несколько килограмм. Вообще так стройность приобрела. И я среди молодежи чувствую себя тоже моложе. Есть те, кто не ограничивается гимнастикой. У некоторых с собой палки для скандинавской ходьбы. Это тоже одна из дисциплин, которую продвигают общественники из Организации по социальной адаптации пенсионеров. Ее представители участвуют в волонтерском движении, в том числе помогали провести зимнюю Олимпиаду. Утром в эту субботу в Краснодаре, Сочи и Анапе пройдет акция «Солнечный круг». Она начнется с забега. Старт утром на театральной площади. Продолжение следует...